Сегодня я попробую рассказать о инструментальных средствах разработки программ, традиционных для Unix-ориентированных операционных систем. Ну и перед тем, как перейти к инструментальным средствам, пару слов хочу сказать о философии разработки, в частности о ГНУ-проекте и о ГНУ-публичной лицензии. Сегодня наша тема будет называться ГНУ-тучей. Важность проекта ГНУ нельзя недооценить. Это на самом деле один из нескольких вот таких вот проектов, который сформировал лицо современного мира софтвера, программной инженерии, операционных систем, компиляторов и так далее. Если бы не проект ГНУ, который появился в середине 70-х, ну, трудно, конечно, говорить, но наверняка все было бы совершенно по-другому, чем то, что мы сейчас имеем. Никаких андроидов, никаких линоксов и так далее. Автором проекта ГНУ является Ричард Столман. Вот ему в этом году сколько исполнилось уже 67 лет, но еще молодой относительно. Некоторые считают его таким относительно фриком, другие считают его коммунистом и так далее. Ну, тем не менее, он как визионер в мире программного обеспечения, в мире ПО, операционных систем, компиляторов. Он еще вот в середине 80-х, в начале 80-х, в принципе, сформулировал, смог сформулировать какие-то тенденции и угрозы и смог выстроить философию, которая с большей или меньшей степенью успеха смогла так или иначе противостоять вот этим всем угрозам. Я сейчас не буду совсем уж погружаться в философию, политэкономику, вот это все. Ну, как вы, наверное, отлично видите, что у нас мы, современная цивилизация, стремительно погружается в мир цифрового рабства. То есть каждый из нас, человек все больше и больше теряет приватность, личную независимость, все больше и больше нас цифровизируется. И, по сути, мы получаем полную, очень сильную утрату индивидуальности вплоть до полного контроля за каждой отдельной личностью. Эти все тенденции начались не сейчас, но просто они сейчас уже настолько очевидны, что вот как-то, ну и бороться даже, наверное, с ними уже сложно, поскольку все эти тенденции поддерживаются и государством, и на самом деле всеми корпорациями, Яндексом, Гуглом. Все они успешно вкладываются вот в эту тенденцию цифрового порабощения человека. Ну, давайте вернемся к проекту ГНУ. Я скажу несколько слов о нем. Собственно, что такое, какова философская основа проекта ГНУ и на чем это базируется? Когда появились первые программы, возник вопрос такой, а что из себя представляет программное обеспечение? Что такое программа в целом, как некоторый объект, с которым мы манипулируем, с которым мы выполняем какие-то действия, которые существуют в нашем мире, независимо от людей? Как программное обеспечение соотносится с информацией? Что такое информация? Как это все соотносится со свободой слова? Свободой получения и обмена информацией? Как это все относится с некоторым таким термином, как авторское право и так далее, так далее, так далее. То есть вот этот новый мир программного обеспечения и потом возникшие за программное обеспечение, собственно, новый мир вот этих всех цифровых баз данных, он перед нами поставит, поставил вот такие вот вопросы. На эти вопросы можно отвечать по-разному. Один из возможных ответов, что программное обеспечение – это такой же проприетарный продукт, как литературное творчество, должен защищаться авторским правом, и, соответственно, все так называемые нарушители так называемого авторского права должны быть жестко наказаны. Это первый подход, который такой, ну, он достаточно очевидный, он тоже возникает, на который там сильно распространенный час в какой-то мере, ну, в программном обеспечении меньше практически. Но тем не менее. А другой же подход, что программа, программное обеспечение – это знание, это информация, это знание. И поскольку это знание, недопустимо препятствовать распространению знаний. То есть алгоритм, способ вычисления тех или иных, способ решения той или иной задачи – это знание. То есть алгоритм, реализованный в виде программы – это тоже знание. То есть решение какой-то конкретной задачи – это есть знание. А, соответственно, знание нельзя ограничивать и нельзя незапустимо препятствовать распространению знаний. Потому что как только мы начинаем, как только, не мы, а кто-то начинает препятствовать распространению знаний, возникает цензура, возникают какие-то ограничения на научную и просветительскую, преподавательскую деятельность. И стремительно, стремительно, ну, и прогресс неизбежно будет заменяться стагнацией и регрессом. Можно спросить, а алгоритм, например, создания ядерной бомбы, он входит вот в эту, так сказать, корреляцию? Безусловно. Недопустимо препятствовать. Безусловно. Все входит в недопустимую препятствовать. Если вы считаете, что алгоритм создания ядерной бомбы неизвестен, он прекрасно всем известен. Если его, как вы прекрасно знаете из истории, его украли еще в 40-х годах, то как-то наивно ожидать, что он не попадет в руки тем, кому мы считаем, что он не должен попасть в руки. Он попадет в руки. То же самое с другими такими потенциально опасными вещами. Любое знание, тем не менее, то есть мы здесь, ограничение знания – это цензура, как я уже повторил. А цензура имеет тенденцию захватывать все большую и большую область действия и цензурировать вообще, говоря, все. То есть как только цензура началась, ее очень трудно остановить, что мы тоже с вами сейчас наблюдаем. Итак, поскольку мы рассматриваем ПО как знание, которое мы не хотим ограничить в распространении, то свободное ПО, которое мы рассматриваем как знание, должно удовлетворять так называемым четырем свободам программного обеспечения. Первая свобода достаточно очевидная – свобода выполнять программу как вам угодно, в любых целях. Которые вы захотите ее использовать. Это полное ваше право применять ваше знание так, как вы сочтете нужным, исполнять программу так, как вам угодно. Соответственно, это самая первая базовая свобода. Вторая свобода – это свобода изучать работу программы и ее модифицировать. То есть любое то знание, которое вы получили от других людей, вы можете это знание внутри себя перерабатывать и на основе полученного знания порождать некоторые новые знания. Уже в каком-то способе производные от того, что вы узнали. Когда вы учитесь, это естественный процесс. Вы что-то узнаете на основании того, что вы узнали, придумаете что-то новое. Применяя этот принцип к программному обеспечению, здесь мы предполагаем, что нам нужно иметь доступ к исходному тексту программы, где под исходным текстом программы мы поднимаем, собственно, человекочитаемый и человекоподдерживаемый запись алгоритма того, чего у нас заложено в программе. То есть, условно говоря, исходник носи, исходник носи присутствия в любом языке программирования, которое мы модифицируем, чтобы как-то улучшить, что угодно сделать с алгоритмом. Из этого просекает следующая свобода, что, в принципе, вас никто не может ограничить в том, чтобы передать знания другим людям. И, соответственно, в применении к программному обеспечению вы можете передавать как исходные, то знание, которое вы получили неизменно, там, когда учитель учит кого-то, он, в общем-то, рассказывает те знания, которые у него были. Так и свои модифицированные знания тоже передавать другим людям, что представляет собой суть научного обмена знаниями, суть конференций, статей и так далее. Что мы получили некоторые новые знания и делимся этим новым знанием с другими людьми. Вот эти все базовые принципы свободного обмена знаниями и свободного развития знаний, они выражаются в четырех свободах ПО, сформулированных как раз в проектах ГНО, в середине СМИС-АГДОР. Это свобода выполнять программу в любых целях, свобода изучать работу программы, свобода передавать копии, свобода передавать модифицированное по другим людям. Ну и, в общем, легко видеть, что в настоящем мире нас в разной степени успешности, но, тем не менее, пытаются лишить всего и, конечно же, даже свободу выполнять программу как вам угодно. То есть, всякие цифровые ограничения на контент – это просто ограничение выполнять программу как вам угодно в любых целях. Что, конечно же, с точки зрения свободы деятельности, свободы распространения знаний, ну, в общем, неправильно. И, чтобы сформулировать, формализовать все эти принципы, была написана некоторая, так называемая, лицензия. Ну, на самом деле, это не лицензия, это некоторая гражданская, то есть, в терминах права, лицензия на программное высечение – это некоторое лицензионное соглашение, это гражданско-правовой договор, аферта, если можно так сказать, между автором программного высечения и пользователем. Соответственно, первая самая базовая лицензия, которую сформулировал проект GNU в конце 80-х годов, называется GNU Public License. И там уже в некотором юридическом языке, ну, поскольку целевая аудитория все-таки была в основном США и американо-британская, ну, англо-саксонская система права, то именно для этого англо-саксонского системы права было сформулировано некоторые в терминах юридических документ, которые как раз и юридическим языком формулировали вот эти четыре свободы. То есть, что вместе с программным обеспечением распространяется вот этот вот документ, и каждый получатель этого программного обеспечения ему передается от правообладателя, то есть от автора ПО передается вот эти четыре свободы. И самое главное ограничение, что при последующем распространении не должны ущемляться вот эти те же самые четыре свободы использования. То есть, если вы получили ГНУ, программу, что-то с ней сделали, и ее отдаете дальше, то вы не можете ограничивать ни использование, ни изучение, ни модификацию, ни последующие распространения. Вот эта вот версия ГНУ, она, ГНУ Public License, она там усовершенствовалась. Текущая версия 3, где добавлены всякие разные, опять-таки, чисто, скорее-то, опять-таки, американские заморочки, связанные с патентами НПО, связанные как раз анти-ДРН какие-то вещи, добавлены защиты от закрытия прошивок, вот такие вещи. То есть, уточнены некоторые термины, чтобы уменьшить возможности отнять эти свободы. Но, по сути, идея ГНУ проекта осталась таковой, что программа распространяется вместе с четырьмя свободами, и никто из дальнейших пользователей не может эти свободы лишаться. Это не значит, ГНУ Public License нигде не говорит, что программа должна распространяться бесплатно. Это, в общем, не так. Никаких ограничений на платное или бесплатное в стране нет. Принцип очень простой, в целом, который заложен в ГНУ Public License. Если вы легально, официально получили программное обеспечение, лицензированное под ГПЛ, то вам могут не передавать его изначально, то вы имеете, но если вы получили, допустим, даже скомпинированную программу под ГПЛ, вы имеете право запросить исходные коды этой программы. Вам их должны дать, ну, либо сразу, либо запросы должны дать. И вы имеете полное право их модифицировать и распространять дальше. продавать, не продавать уже – это полное ваше право. Собственно, денежные моменты никак этой лицензии не затрагиваются. было много попыток, естественно, что вот разные фирмы более-менее по-разному там нарушали. Естественно, что вот одно из типичных нарушений ГПЛ – это роутерные прошивки, которые очень часто основаны, естественно, на Линуксе, но не распространяют исходники. Ну и есть по-разному, разная история судов, связанных с прошивками в принципе. По крайней мере, в американских юрисдикциях вполне удается заставлять требовать исходники в случае, если распространяется ПО. Безусловно, ПО на ГПЛ можно обходить и очень часто это делается. Ну, например, у вас, вы можете взять там тот же самый Линукс неизменным, но дополнительное ПО к Линуксу уже писать самим, и никто не обязан, не может вас заставить, чтобы вы распространяли. Если вы что-то используете ГПЛ-ное, то в принципе вы не обязаны ваш новый код распространять под ГПЛ-ом. Ну, при некоторых ограничениях, естественно. Вот в России статус ГПЛ в принципе легальный, все это действует, но у нас в силу разных причин просто, прошу прощения, на это кладут. Не потому что, ну, просто говоришь, что типа, ну и что вы с нами сделаете. Это касается и, например, разработчиков Эльбруса, и разработчиков Байкала, и всяких там так называемых локализаторов всех этих наших офисных пакетов и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, тут не есть пример и не есть на что равняться. Ну, тем не менее. Ну, Public License, вот в этом виде, в котором я сейчас попробовал описать, она не единственная форма так называемого Open Source. Вот движение Open Source – это движение, когда вы получаете программное обеспечение вместе с исходным кодом. Ну, и естественно, что вот ГПЛ, Free Software, давайте так называть, является одной из форм Open Source. Типичные другие так называемые лицензии в Open Source есть, ну, есть просто Public Domain. Public Domain – это программы, ну, на самом деле, любое авторское произведение, в котором либо автор отказался от авторства, либо истекло, если я правильно помню, 50 лет со дня смерти автора. Опять-таки, если не произошло чего-то иного, и, к сожалению, американское право здесь там тоже какие-то странные минералы какие-то будет. Соответственно, все те произведения, которые попадают в Public Domain, они свободны, каждый из них может, любой может их свободно брать, публиковать, распространить, делать с ними все, что угодно, строить на их основе производные произведения, и так далее. Но не нужно путать вот это вот формы разного Open Source произведения, Open Source исходного кода с плагиатом. То, что плагиат – это другое. А плагиат, как вы, наверное, тоже сами понимаете, что вы взяли нечто чужое и выдали его за свое. То есть, и другими словами сказать, нарушили некоторые нормы разумного цитируя. Это уже некоторое нарушение, ну и легальное нарушение – это отдельно. А Public Domain, все-таки вы можете, например, вы можете взять Льва Толстого и вполне легально напечатать любой типографии на принтере, не платить никаких авторских отчислений Льву Толстову или наследникам, или российскому авторскому обществу, или еще какой-то конторе, которая паразитирует на авторских правах. Это вот Public Domain. А да, тут сказали 70 лет. Если я правильно понимаю, норма про 70 лет была добавлена совсем недавно и добавлено, пролоббирована фирма Disney, чтобы чуть-чуть продлить, собственно, права на диснеевскую классику. Там как раз Walt Disney где-то тогда умер, чтобы чуть-чуть больше денег заработать. Паблик-домен – это одно. Mid-style license и BSD-style license похожи друг на друга. Смысл их тот, что и по MIT-style license, и по BSD-style license вы получаете программу с исходниками, имеете право ее в дальнейшем использовать так, как вы хотите. Закрывать исходный код, открывать исходный код, использовать это проприторным образом. Что как угодно. Единственное, что вы обычно должны сделать при использовании MIT или BSD-style license, это прокомментировать, что да, ваше программное обеспечение внутри себя использует обеспечение лицензированное под BSD, какое-то, такое-то. Вы не обязаны открывать модифицированный код, но, по крайней мере, обязаны сообщить о том, что вы его используете. Все. И понятно, что BSD или MIT-style license, там еще Apache-style license, то есть их достаточно много на эту тему существует. они все удобнее для, там, я не знаю, как сказать-то там, ну, для проприетарной разработки, или там, если вы хотите написать какой-то код, с которого хотите распространять в бинарниках, из которого заработать, то, наверное, вам тоже может быть будет удобнее такой стиль лицензии. Но, тем не менее, практика показала, что даже те фирмы, которые используют бизнес, который основан на GPL-коде, они, в принципе, вполне могут существовать и вполне прибыльные. Был вот самый лучший пример, наверное, здесь был это Red Hat, но, к сожалению, который год назад, наверное, был приобретен IBM. Ну, на прошлый год, на момент приобретения, прибыль Red Hat составляла около миллиарда долларов. Так что тут вполне можно на этом тоже строить бизнес, зарабатывать. Почему вот GPL, как лицензия, вот так вот очень сильно сформировала современную индустрию ПО? Потому что она так или иначе принуждала корпорации взаимодействовать друг с другом. То есть, вот Linux как раз взлетел, ну, одна из причин того, что взлетел Linux, возможно, в отличие от FreeBSD, которая там примерно-то даже появилась, в том, что корпорации были, ну, скажем так, вынуждены, может, даже там добровольно сотрудничали, и вот результаты сотрудничества с корпорацией так или иначе попадали и делились между корпорациями, и таким образом они все работали, ну, условно скажем так, на общий благ. Именно GPL, которое запрещает закрывать исходный код, этого стимулирует. MIT или BSD, ну, не очень. Опять-таки, современный опыт неоднозначный, скажем так, известный всем корпорацией зла Google достаточно жестко охраняет свой Android, в том смысле, что, да, конечно же, там Linux kernel, который находится в базе Android, он открытый, да, но попытки пересобрать Android, скорее всего, у вас не получится, потому что там вам чего-то будет не хватать. Ну, и кроме того, в современном мире очень много огораживания на уровне аппаратуры, все вы, как известно, во всех современных интеловских процессорах есть Intel Management Engine, то есть, по сути, некоторый параллельный процессор, который имеет полный контроль над вашим процессором, в котором работает что-то непонятное, которое, возможно, имеет, возможно, не имеет ремоут-контрол над вашим процессором. То же самое можно сказать про любые другие процессоры. в армии тоже есть проприетарные блобы. И, что самое веселое, каждый, вот, во всех сотовых телефонах есть чипсет, который отвечает за GSM-связь. Он проприетарный, что внутри него никто не знает, и как он управляется никто не знает. То есть, вообще говоря, уже изначально наверняка во всех сотовых телефонах есть закладка на уровне GSM-чипа. Так что, вот, тут тоже, в общем-то, к сожалению, ну, как я в самом начале сказал, что это современный мир достаточно быстро движется в сторону цифрового рабства. Ну, вот, не имеем то, что и нет. Так, итак, про проект GNO. ГПЛ, вот, спросили, чем GPL отличается от GPL? GPL, он самый строгий, и внутри лицензии GPL есть определение термина производный продукт. Производным продуктом, в частности, в GPL считается любая программа, которая линкуется с вашим GPL-кодом на уровне объектников и собирается в один исполняемый образ, вот, скажем так. Соответственно, если у нас есть какая-то библиотека лицензированная под GPL, такие библиотеки существуют, безусловно, то любая программа, которая будет, которая линкуется с GPL, чтобы получить исполняемый код, она тоже будет попадать под лицензию GPL. Это такая вирусная природа, ну, то, что хейтеры GPL называли вирусно-коммунистической природой GPL, или что-то в этом роде. Ну, понятно, что да, хотя мы, конечно же, в идеальном мире хотим к этому стремиться, но в реальном мире не все готовы линковать, все, многие очень хотят использовать GPL-софт, и все-таки с удовольствием будут его использовать, и понятно, что прагматически чем больше используется GPL-софт, тем он больше распространяется, тем он еще больше будет использовать как эффект лавины, но чтобы некоторые снять опасения в вирусной природе, как раз была предложена лицензия Lesser GPL, ну, или Library GPL, L-GPL. Она разрешает линковку с GPL-библиотекой. Например, LibC или LibG++ то есть стандартная C-библиотека и стандартная C-плюс-плюс-библиотека, они распространяются под лицензией L-GPL. Поэтому, когда вы линкуетесь, ну, то есть вы пишете программу в Linux, вы не можете никуда деться от стандартной библиотеки языка C, ну, если вы не хотите 0 писать, вы с ней линкуетесь, C-плюс-плюс, QT, ну, там какие-то разные и ваша программа не будет автоматически становиться и вы можете распространять в тех временах, которые хотят. То есть чуть-чуть больше, ну, как-то сказать, чуть-чуть меньше вам ограничений, тут можно с двух сторон спросить, то есть смотреть, с одной стороны вы свободнее в огораживании вашей программы, с другой стороны у вас меньше опасений, что там какие-то мне придется давать исходы. Поэтому типичный подход к программному обеспечению, то, что L-GPL это для программ, там GIMP, IMEX, Vim, нет, Vim не под GPL, ну, много программ, которые строятся под GPL. А L-GPL это для библиотек, чтобы вы могли с ними линковаться и нормально использовать и распространить вашу программу в тех ферминах, в которых вы хотите. И вот на основе этой философии Гну зародился и в принципе там успешно развивается, да и развивался и развивается проект GPL, который в середине 80-х рассматривался как свободная замена проприетарным версиям Unix, да и все операционные системы распространяют смеси с исходными. Даже первые биосы на процессоры на IBM PC тоже распространялись вместе с ассемблерной распечаткой биоса. То есть это была нормальная практика, когда компьютер идет вместе с ПО и ПО идет в исходном коде. Вот где-то с начала 70-х, с начала 80-х, ну, может, даже чуть раньше, поскольку произошла унификация железа, появились семейства IBM, семейства деков, то есть зоопарк железа стал становиться все меньше и меньше, постепенно все меньше и меньше программ стал распространяться вместе с исходниками. И все больше и больше начало доминировать то, что мы понимаем, как проприетарное ПО, распространяемое только в бинарном виде, а еще, не дай бог, еще защищен от копировки. Тенденция уже тогда началась, и чтобы противодействовать этой тенденции, как раз и появился проект GNU, который тогда рассматривался как свободная замена проприетарных версий имекса. Изначально сам Столман является и до сих пор является основным из авторов имекса как текстового редактора, ну, или, как говорят шутники, имекс это универсальная операционная система, в которой отсутствует единственный компонент это текстовый редактор. Столман является одним из первых авторов GNU Compiler Collection ДЦЦ. В дальнейшем, конечно же, все развивалось, но вот он ставит в основе. И к началу 90-х годов в принципе было написано все, чего не хватало, это ядра, полноценного ядра операционной системы, то есть вот той основной компонентой, мы с вами будем рассматривать, что это такое, которая занимается управлением оборудованием, управлением процессами, распределением ресурсов компьютера между разными процессами. Ядра операционной системы на начало 90-х годов не было. На то время была очень модная концепция микроядер, за которые считалось будущее. На то время в принципе появилось, то есть операционные системы типа BSD были с исходниками, но в начале 90-х шли суды между корпорацией NTNT американской и Беркли и университет Беркли, о правомерности распространения исходников BSD. То есть там правовой статус был непонятен. Микроядра что-то там так и начинали развиваться и считалось, что это микроядрами будущее. Проект GNU взялся за микроядро, которое называется HERT, которое там было основано на микроядре МАК, но что-то у них не пошло. Ну и в 90-х годах появился большой кусочек скажем так Г-кода написанный каким-то студентом непонятно откуда взявшимся из какой-то провинциальной Финляндии, которое было свободно переписанное ядро Unix-like, то есть ядро ориентированное на Unix. И что-то произошло такое, что все подхватили это ядро и начали активно его развивать. Вот непонятно. Какой-то случайный, как часто бывает в истории, какой-то случайный случайный точка предложения моментов появилась, которая сделала в общем вполне заурядного, безусловно не заурядного, безусловно там чем-то талантливого гениального студента в общем лидером целого нового огромного направления того, что мы сейчас знаем под Linux. И Linux закрыл собой недостающую компоненту проекта GNU ядра операционной системы. Между ними, между GNU People и Linux People до сих пор есть некоторое трение о том, как правильно называть операционную систему. Мы все там называем Linux так традиционно. Проект GNU не без оснований говорит, что ее правильно называть GNU Linux, поскольку основной набор программного обеспечения все-таки взят и уже был взят из проекта GNU и в общем-то ядро безусловно важнейшее, но не единственное компонент операционной системы. Но тем не менее на настоящий момент мы имеем полную полноценную операционную систему, включающую помимо ядра средства разработки огромное количество прикладного ПО. Есть ПО для редактирования картинок, аналог фотошопа, никто не говорит, что лучше фотошопа, понятно, чем-то хуже. Есть аналог видеоредакторов, есть аналоги аудиоредакторов, аудишн, кино, по-моему, которые вполне юзабельные, которые вполне пригодны для решения повседневных задач. Конечно, профессиональное качество может быть спорное, но есть полный набор операционной системы и всех прикладных программ под свободные лицензии. И что, безусловно, является очень благотворным фактором, очень благотворно повлияло вообще на мир программного обеспечения. Если бы не Linux, если бы не свободное обеспечение, мир проприетарного ПО, безусловно, был совершенно другим, я не знаю, то есть жадность корпорации все-таки это как-то ограничивает. Так. Что касается GCC, а сейчас мы к нему перейдем, ну, вот, на самом деле всегда хорошо, когда у нас есть конкуренция, неважно это конкуренция открытых программ и закрытых программ. Какое-то долгое время компилятор GCC, сейчас мы собственно переходим к Gnutluchin, как базовому комплекту для разработки программного обеспечения в Linux, он был де-факто единственный, такой единственный Toolchain профессионального Enterprise качества для разработки ПО под широкий диапазон программно-аппаратных платформ. И любая единственность, любая монополия не есть хорошо. То есть когда что-то у нас остается единственным, это неизбежно означает стагнацию, потому что люди, которые, ну то есть теряется мотивация к развитию. Соответственно вот у того же GCC как компилятора накапливались проблемы, ну понятно, что исходный код начинался в 80-х годах и несет на себе там тот отпечаток тяжелого наследия, что называется. модифицировался как любой Legacy проект, его достаточно трудно поддерживать, достаточно трудно модифицировать. Накапливается багаж трудно разрешаемых проблем, что тормозит развитие. И поэтому всегда было желание иметь какую-то альтернативу кнутолучейну GCC. Ну и примерно там лет 10 назад, 10-15 лет назад появилась альтернатива, которая доросла тоже до Enterprise, до индустриевого качества. Это то, что мы сейчас знаем под именем C-Lang. Нужно понимать, что за C-Lang стоит в основном Apple. И Apple является главной движущей силой разработки компетент C-Lang. Впрочем, точно так же, как IBM является главной движущей силой разработки GCC. То есть такие две корпорации, тем не менее, которые за ними стоят. и с другой стороны, появление C-Lang, когда он стал набирать все больше и больше популярность, подстегнуло развитие GCC. И когда есть с чем сравнивать, ну, понятно, что там в итоге они развиваются достаточно быстро, достаточно параллельно и находятся, ну, скажем так, примерно на одной, примерно равны друг другу по возможности. GCC обычно считается, что GCC все-таки чуть-чуть лучше компилирует для некоторых платформ, то есть там лучший оптимизатор в целом. C-Lang дает лучший туринг, то есть набор инструментальных средств, идущий вместе с C-Lang, которые позволяют на основе C-Lang строить разнообразные инструментальные средства. Кроме того, C-Lang идет не под гну лицензии, а под Apache, или там какой-то более MIT, по-моему, под более либеральные лицензии, что позволяет его легко встраивать даже на уровне линк-кодки в набор в свои инструментальные средства. И поэтому именно на основе C-Lang, в общем-то, используется, например, весь внутренний туллинг в том же самом Яндексе построен на C-Lang, то же самое C-Lang тоже внутри использует C-Lang, ну и очень многие ID, ID, инструментальные средства внутри используют C-Lang. Но, тем не менее, нужно тоже понимать, что GCC ни в чем не уступает точке зрения качества компиляции, а где-то превосходит. по набору платформ, на которые компиляторы умеют компилировать код традиционно GCC компилируют код на большее количество платформ чем C-Lang. Я буду в дальнейшем, ну так вот, и по историческим причинам, и по некоторым идеологическим причинам, потому что, скажем так, поскольку C-Lang это Apple, а Apple это в общем квинтэссенция зла, на самом деле, в мире разработки Epo. В дальнейшем мы с вами будем использовать GCC. Да в чем зло-то, я никак не могу понять. Они создают продукт, люди этим продуктом пользуются, в чем зло-то? С точки зрения я вначале начинал со свободы по Apple вас лишает всех свобод программного обеспечения. Абсолютно всех. Вы знаете, почему нет, например, клонов маков? Почему есть клоны IBM персональных компьютеров и нет клонов мака? Потому что Apple заслуживает всех производителей, которые пытаются разрабатывать компьютеры, совместимые с маком. Никто за это не берется. Известен Лос-Ют, когда пару лет назад Apple подал суд на корпорацию Samsung. Я не говорю, что Samsung лучше, они обе хуже. и предметом судебного иска была такая форма с телефона с закруглением. и, если я правильно понимаю, этот сьют проиграл и был обязан выплатить что-то там Apple за якобы нарушение патента на форму телефона с закруглением и какие-то там деньги. то есть Apple это компания, которая не останавливается ни перед чем, чтобы подавить любую конкуренцию на том поле, на котором она выступает. То же самое Apple до сих пор очень сильно ограничивает инсталляцию макоса. Вы не можете легально проинсталлировать макос на неэплодском железе. Вы ограничены в свободе использования даже если вы его купите. Так что давайте мы дальше не будем говорить про Apple. Итак, давайте мы перейдем к содержательному. Это GnU Tool Chain. GnU Tool Chain это такой традиционный комплект для разработки программного обеспечения. В GnU Tool Chain входят следующие компоненты. Самая главная центральная компонента, которая называется GnU Compiler Collection GCC. Собственно, это та часть, которая отвечает за компиляцию программ на большом количестве языков программирования. Вторая часть, которая, в общем-то, является неотъемлемым компонентом GnU Benutils это набор утилит, которые работают с файлами объектными и исполняемыми файлами и там линкеры, ассемблеры, общ-дамп, nm и так далее, которые, в общем-то, необходимы для того, чтобы ваша программа была скомпилирована и работала. То есть GCC без GnU Benutils скорее всего работать не будет. Он может, но не будет. GnU Make как утилица для управления сборкой программ, которая автоматически отслеживает зависимости и перекомпилирует только те фрагменты кода, которые, собственно, изменились. о GnU Make немного речь на семинарах, как можно делать Make файлы и так далее. И дальше вокруг этого уже строится набор других таких, если можно сказать, производных утилит, которые, например, облегчают перенос программного обеспечения с одной платформы на другую. это традиционно некоторые GnU Configure, GnU AutoConf, GnU AutoMake, GnU Leap2. Это три гнутых проекта, которые облегчали перенос вашего ПО на другие Unix платформы. Оно, в общем-то, сейчас по большому счету устарело и оно достаточно ужасно в использовании. В общем-то, но задачу решало. CMake, который задумывался и рассматривался как замена GnU Configure, он там CMake объявляет, что он менее зависит от Shell, менее требует всяких там Shell-скитиллит, менее Unix-centric скрипт. В итоге тоже привел к каким-то страшным вещам, к неподдерживаемым каким-то страшным скриптам. То есть тут нет на данный момент хорошего решения проблемы кроссплатформной сборки на разные платформы. Пытаются что-то сделать, но вот такое, что там, чтобы было хорошо, пока они не придумали. Вот чего, не к сожалению, а де-факто, чего не хватает для языков типа CC++ и для вот этого классического GnU Tool Chain, это система пэккеджинга, такой вот стандартной системы пэккеджинга. То, без чего мы не представляем современные языки программирования, там типа тот же Go, хотя подход к пэккеджингу очень странно, скажем так. Rust, Python, C Sharp, они все идут и предлагают некоторые, они все идут с некоторыми так называемыми пэккедж-менеджерами, которые вам позволяют легко из некоторых репозиториев доставлять программное обеспечение библиотеки, которую вы можете потом легко использовать. Инфраструктура GnU, GnU Tool Chain, в этом полагается на операционную систему. И при этом традиционные Unix-ориентированные операционные системы, они сами, как правило, идут с пакетными менеджерами, там, Debian, или DNF, RPM, Red Hat, или что там еще бывает, другое, которые управляют установкой и удалением библиотек на уровне операционной системы. Ну и считается, что если вам что-то нужно, то вы это делаете на уровне операционной системы, скорее всего, чем на уровне программирования. Ну тут тоже куча проблем. Мы об этом еще поговорим чуть позже в свое время. С одной стороны отсутствие какого-то... Для C++ безусловно есть пакет-менеджеры, Conan, что-то еще там есть. Ну, жизнь с пакет-менеджерами заканчивается в тот момент, когда вы понимаете, что любимой вам и нужной библиотеки в нем нет. Все приехали. Но вот такого, опять-таки, стандартного решения тут пока нет. Это и хорошо, и плохо. Хорошо это тем, что здесь все-таки вы не зависите от сторонних решений, а плохо это тем, что затрудняется разработка. В то время наличие централизованного репозитория плохо тем, что появляется жуткий, то, что называется vendor lock. То есть ваше простейшее ПО начинает зависеть от каких-то сторонних сервисов, про функционирование которых вы ничего не знаете, и что хуже, вам никто не дает никаких гарантий, что они будут дальше функционировать так, как они функционируют сейчас. Примеров этому полно. Там то ли год назад, то ли пару лет назад был такой показательный пример, когда в мире NPM-менеджера, то есть JavaScript-ового менеджера, пакетного менеджера NPM, кто-то, какой-то автор на кого-то обиделся и удалил из NPM-репозитория совершенно идиотскую программку, я не помню сейчас, что она делает, совершенно какое-то тривиальное действие делает, типа там конвертацию строки в число или что-то такое, если мне подскажут сейчас, что она делает, да, наверное, лечение там нафтпайе. Удалилась репозитория. Оказалось, что куча промышленного JavaScript-ового ПО, включая там Angular, React, Vue, фреймворки, от него зависит. И одномоментно сломалась сборка кучи вот просто условно говоря весь JavaScript, практически весь JavaScript-мир перестал собираться. Это скорее говорит об авторах программ на JavaScript-е, которые настолько, давайте так скажем, альтернативно одаренные, что не могут эту пять строчек кода написать сами. Но тем не менее мы видим, что когда из репозитория что-то пропадает, вы не контролируете вообще говоря политику третьих лиц, которые что-то делают с этим репозиторием. Это очень плохо. Все. По крайней мере, когда вы работаете в Unix-ной разработке, вот у вас есть локальные копии исходников, вы с ними живете, и никто у вас точно, пусть даже интернет у вас отвалится, пусть даже GitHub закроется, в принципе вы не пострадали. Другой пример из недавнего то, что было буквально в начале ноября. Если вы знаете, есть такой сервис, который называется Docker сервис, который хранит в себе имиджи для Docker. Подскажите, как он называется? Не вспомню сходу. Docker Hub, да, спасибо. Значит, все привыкли, что да, мы делаем соответственно Docker файл, который обычно скачивает какие-то базовые контейнеры с Docker Hub. У меня у самого куча Docker файлов, которые с Docker Hub качают. Хотим собрать, качаем имидж gc10, хотим что-то развернуть, качаем имидж небьяно, что-нибудь другое в него добавляем. Я не говорю, что Docker сам по себе зло, не важно. Короче, вот Docker Hub. В начале ноября Docker Hub изменил полиси, и теперь, если вы качаете с него слишком много, платите ему денег. То есть, да, если вы один раз в день что-то собираете, это у вас будет бесплатно, а если вы начинаете что-то с него много качать, какой-то у вас сложный сябь сборки начинается, процесс сборки вы выкачиваете из него много имиджей, естественно, что очень быстро вы, скорее всего, вылезете за лимит, и с вас захотят деньги. Вот сторонний сервис, у вас появился vendor log, вы весь свой процесс разработки построили на использовании Docker имиджей, а вам сказали, все, с этого момента платите нам деньги. Это оборотная сторона, просто я хочу подчеркнуть, что это оборотная сторона централизованных репозиториев. Так, значит, тем не менее, давайте дальше пойдем. Итак, GCC, GNU Compiler Collection, он включает в себя компиляторы с кучей языков, CC++, Objective-C, Objective-C++, ну, честно скажем, что кому нужен сейчас Objective-C, Objective-C++, не очень понятно, и Objective-C имеет ноль смысла без проприетарной и плоской библиотеки, которые там занимаются UI и прочими этими вещами, но тем не менее, они в GCC есть. Внутри IOS, еще раз, Objective-C в рамках GCC, я имею в виду, внутри IOS это да, и то там сейчас они любят использовать новый язык. без стандартной библиотеки Foundations Objective-C не имеет никакого смысла. А Foundations проприетарный и очень сильно огороженный. Привет, аплодисменты. Fartran есть, которая широко используется в числовых вычислениях до настоящего момента. Есть Гошечка в реализации GNU. Java, но Java они сейчас деприкейт и Java заремувили, поскольку она изначально это было что-то странное. Они хотели сделать классический комприатор языка Java, но оно не очень затело. Ну и сейчас, поскольку сам GDK распространяется под GNU license, смысл в этом потерялся. И есть Ada, язык, который до сих пор как-то используется в космонавтике и авиапромышленности в основном в американском в американской индустрии или в Европе меньше. В GCC-10 еще добавили язык D. Ну, зачем, тоже непонятно. D, очевидно, уже мертвый. соответственно, появились люди, которые пропихнули D тоже в GCC. Ну, окей, хуже не будет. И GCC поддерживает генерацию на какое-то там большое количество порядка 40 различных процессоров как новых, самых последних, так и достаточно старых. Я думаю, что там до сих пор есть коды генераторов VAX, PDP-11 и аналогичных. Что такое сам по себе GCC? GCC состоит из это такой вот слоеный в каком-то смысле пирог, где внутренности GCC как компилятора накрыты некоторой небольшой программой, которая называется драйвер компиляции, которая разная в зависимости от языка, который вы хотите в основном компилировать. То есть, если вы хотите скомпилировать программу на C, то ваша программа называется GCC, драйвер компиляции. Если вы хотите скомпилировать программу на G++, на C++ это будет G++, на Fartranе GFartran, на Go GCC Go, на Addict Nat и так далее. Это, собственно, драйвер компиляции, это небольшая программа, основная задача которой обработать аргументы командной строки и организовать процесс компиляции, вызов различных уже внутренних исполняемых программ внутри GCC в нужной последовательности для всех тех файлов, которые были перечислены в командной строки. Собственно, помимо вот этого вот драйвера, которые здесь перечислены для разных языков, собственно, в GCC входят еще разные пропа, то есть собственные компиляторы языков C, C++, Go, Fartran, ADD и так далее. И все. Плюс еще в состав GCC входит стандартный биологик языков C++. Ну, Java я сразу не учу. То есть обычно lib.sdc++ идет вместе с компилятором G++. То есть когда вы качаете GCC и компилируете его из исходников, у вас стандартный биологик C++ скомпилируется вместе с ней, в отличие от стандартного биологика языка C. Что не входит в состав GCC, но должно быть в системе, чтобы ваша программа успешно скомпинировалась? Должен быть ассемблер, то есть программа, которая компилирует программу на языке ассемблера уже в так называемые объектные файлы. И должен быть компоновщик, то есть программа, которая из объектных файлов и библиотек собирает итоговый исполняемый опыт. Они все традиционно считаются частями собственной операционной системы. И если мы рассматриваем Gnu проект, ассемблер и линкер идут как части проекта Gnu Benutils. Помимо Gnu Benutils, который должен быть установлен на системе, на которую мы хотим что-нибудь компилировать, у нас еще должна быть стандартная библиотека языка C. То есть набор include файлов, usrncode, что-то там, stdioh, stdlibh и так далее. И плюс соответствующие заголовочные файлы, libca, libcso и так далее. Стандартная библиотека языка C тоже считается частью хост-системы и идет обычно вместе с системой, не являются частью компилятора языка C. Если мы хотим, например, если мы установили себе Linux, то, как правило, отдельно мы устанавливаем GCC отдельным пакетом, отдельно мы устанавливаем Benutils и отдельно мы устанавливаем девелоперский пакет для стандартной библиотеки. Все это разные компоненты, из которых в совокупности состоит среда разработки Gnu. Вот давайте посмотрим в итоге, что и как. Здесь вот у меня собственно GCC как драйвер или G++ как драйвер это программка, которая расположена в моем примере это USR-Bin-GCC. Вот она относительно небольшого размера и чисто управляет таким процессом компиляции. Что входит внутрь GCC, чего мы обычно не видим? Мы можем эти исполняемые файлы посмотреть, например, USR-LibExec-GCC, дальше версия, дальше платформы x86-Linux, дальше версия 8 и вот набор файлов внутренних по отношению GCC, которые используются когда мы компилируем программу. И у нас здесь есть собственно компиляторы. Компилятор языка C как таковой, который, если вам пример, его размер 26 мегабайт исполняемого кода по сравнению с типом мегабайта исходного GCC. Компилятор C++, компилятор Go, компилятор Fortrana, значит, а нет, вот компилятор Go, компилятор Fortrana, плюс некоторые утилиты, которые используются для компоновки программ. Collect2, LTO, они все нужны, чтобы правильно собрать исполняемый файл из большого количества компонентов. так, собственно, плюс здесь же могут быть разные библиотеки, которые GCC использует в своей работе. Компонента LTO отвечает за так называемое link time optimization, это оптимизация программы при уже при компоновке при связывании программ из нескольких объектов модулей в один исполняемый файл. Вот это все внутренняя часть капиллятора GCC, которая идет вместе с ним. Плюс еще у нас есть отдельно программа Assembler, USR bin As называется. Вот она. У нас отдельно есть linker LD D. И он или другая реализация linker, которая называется gold. Тоже чуть-чуть другой linker. Тем не менее, все это будет вызываться тогда, когда мы начинаем использовать драйвер компиляции GCC. Так. Плюс еще стандартная библиотека USR include. Куча include файлов у нас здесь лежит. Это уже не часть GCC, а часть системы. Плюс динамическая библиотека LibC тоже является частью системы. И плюс lib, например, libC.a статическая библиотека стандартной библиотеки касси. Все вот это, как я записал, стандартная библиотека C, которая должна быть в хост-системе. Как мы используем теперь драйвер GCC? Какие у нас есть опции и чего там внутри находится? Вообще говоря, вот все это семейство драйверов GCC, G++, Fortran и так далее, тип файла определяют по его суффиксу. По умолчанию. Вы можете насильно заставить любой файл компилировать нужным вам компилятором, но если вы этого не делаете, тип файла по умолчанию определяется по его суффиксу. Вот здесь некоторые суффиксы перечислены. Например, точка C маленькая, это файл на языке C, для компиляции которого должен применяться компилятор C. Точка CPP это файл на C++, то же самое точка CXX, точка CC, точка C большое, это все исторически накопленные разные типы суффиксов файлов, которые мы считаем, что они написаны на языке C++. Точка I маленькая, это уже припроцессированный файл на языке C, точка II на языке C++, точка S большое, нам он потом, мы будем писать такие файлы, это неприпроцессированный файл на ассемблере, точка S маленькая, это припроцессированный файл на ассемблере, O маленькая, это объектный файл, и точка A статический библиотек. На самом деле, все проще, все суффиксы, то есть все файлы, про суффиксы которых GCC ничего не знает, они, как есть, передаются на самый последний этап компиляции компоновщику, и пусть он дальше с ним разбирается. То есть, если драйвер GCC что-то понимает про тип файла, он его обработает. Если драйвер GCC так и не понял, с каким файлом мы работаем, вот этот файл передается на самую последнюю стадию сборки программы, на стадию компоновки, и дальше уже будет обрабатываться компоновщик, если он его умеет обрабатывать. И, вообще говоря, компиляция, традиционная компиляция всех к программам, на C, на C++, на фартране, на этих всех классических языках состоит из следующих шагов. Первый шаг это припроцессирование, второй шаг это, собственно, трансляция в ассемблер. Скажем так, это называется настоящая компиляция, собственная компиляция. То есть, мы на входе имеем программу на языке высокого уровня, C или C++, или фартран, на выходе мы получаем программу на языке ассемблера для соответствующей платформы. Собственно, если вы пользуетесь сервисами типа там Godbolt или инологичных, они как раз вам выдают выхлоп компилятора на уровне языка ассемблера. Дальше работает программа, которая из программы, текстовой программы на языке ассемблера получает программу уже в объектном коде, объектную программу, и на самом последнем этапе работает компоновка, то есть, генерация итогового исполняемого кода, исполняемого образа с подключением в него библиотек плюс, если вы запрашиваете, link там откликается. Вызов вот этих вот всех необходимых четырех шагов в нужном порядке это задачка как раз драйвера компиляции в GCC, G++ и так далее. Посмотреть детально, что происходит внутри, можно с помощью опции минус V, чтобы понять, как это все внутри вызывается и в каком порядке обрабатывается. Вот, давайте попробуем. Я напишу маленькую программку. Допустим, код studio H H чего называется makefile непонятно, сейчас это правильно. Итак, я компилирую программу HLOSI, обычно минимальная строка компиляции это GCC HLOSI. Что происходит внутри? GCC GCC минус V маленькая HLOSI например, там минус HLOSI. Нам напишут кучу всякой инфы вот что происходит про все шаги на которых по которым у нас будет выполняться компиляция. Что мы здесь видим? Значит, разные опции компиляции, компиляции, компиляции. Первое, что вызывается, вызывается припроцессор. Ну, не совсем правильно, раньше припроцессор вызывался отдельно, а сейчас в современных уже версиях GCC первый шаг припроцессировании встроен в саму компиляцию, это сделано для того, чтобы лучше протаскивать всякие отладочные символы и прочую отладочную информацию из исходной программы, потому что иногда очень сильно раскрываемые макро с том это мешает делать. Тем не менее, вот мы видим, что на первом шаге запускается собственно компилятор, вот он расположен здесь, называется CC1, я его показывал, который на вход берет программу hello.c тут плюс какие-то опции ему переданы, мы этих опций здесь не видели, в командной церкви не задавали, соответственно, все эти опции были добавлены самим драйвером GCC автоматически. На входе hello.c на выходе вот какой-то временный файл с расширением .s маленькая. Так, вот компилятор нам написал, что он там сам сделал, сам сделал, сам сделал, вот первый шаг компиляции на этом заканчивается. Второй шаг компиляции вызывается программа AS Assembler, который на вход получает вот этот только что сгенерированный импилятором выходной Assembler .s файл на входе у него и на выходе у него так называемый объектный файл, тоже какой-то временный файл здесь сгенерированный в каталоге TMP с suffix.o Так, где у нас Assembler работает? Все, на этом Assembler отработал. И, наконец, на последнем этапе у нас работает линкер, который вызывается из программы Collect2. Здесь подключается библиотека для динамической оптимизации магические действия делаются. Кучу опций передается в линкер. И, в частности, вот мы здесь видим, что в конце выходной файл называется просто Hello. Вот выходной исполняемый файл. Что к программе подключается динамический загрузчик с названием LDLinux и бла-бла-бла SO2. А динамическая загрузка это отдельная тема, конечно, с вами будем говорить. Дальше к программе подключается файл CRT1.0 дальше к программе подключается CRT1.0 дальше к программе подключается вот этот наш временный файл, который до этого был сгенерирован программой Assembler. И еще к программе подключается библиотека GCCS LibGCC библиотека LibC и библиотека LibGCC динамической. плюс еще подключается объектный файл CRT1.0 и все это в совокупности вот этот весь набор объектных файлов и библиотек на выходе дает нам программу которая называется Hello. Вот мы ее здесь видим в нашем каталоге она называется Hello. Поскольку линковка динамическая то на выходе получился файл динамический слинкованный который при своей работе еще будет требовать динамический библиотек каких можем посмотреть с помощью команды LDD поскольку программа тривиальная ей нужны LibC и загрузчик все если мы сделаем линковку статическую статическую компоновку то на выходе мы получим файл тоже он называется Hello который уже сам по себе ни от чего не зависит вот эти вот шаги мы видим что вот за правильную организацию этих шагов как раз отвечает GCC G+, или любой драйон если мы например для компиляции программы Hello.c будем использовать например компилятор Fortran ничего не изменится все скомпилируется точно так же и запустится отличие драйверов GCC G++ GFortran и так далее не в том какой компилятор они запускают запускаемый компилятор как я уже сказал определяется от суффикса и нефара а то какие библиотеки еще линкуются к исполняемой программе по умолчанию например для GFortran у нас здесь появится вот обратите внимание появилась дополнительная библиотека стандартная фортановская библиотека уже в линковке появилась для G++ у нас появится стандартная библиотека C++ мы можем здесь ее найти вот она ЛИПСД C++ то есть по большому счету вот эти G++ GCC GFortran отличаются друг от друга набором флагов которые они могут чуть-чуть разные передавать может быть в частности в компоновку плюс набором библиотек которые идут в компоновку автоматически любой драйвер из тех которые я перечислил может компилировать любую программу на любом языке ну например давайте я сейчас сделаю перерыв наоборот сделаю H.cpp я форсан сходу не помню прошу прощения я напишу что-нибудь G++ H.cpp минус OH обычно мы компилируем но точно так же я могу компилировать GCC единственное что поскольку GCC не подключает стандартный библиотеку языка C мне нужно будет сделать C++ нужно будет сделать ручкой и поставить C++ программа скомпилировалась естественно давайте мы сделаем тогда 5-минутный перерыв правильно мы перерыв сейчас должны сделать и продолжим и продолжим в 10 56 договорились так продолжаем через 5 минут и так как я только что сказал компиляция это 4 основных шага при процессировании собственно компиляция под которой мы понимаем трансляцию в ассемблер ассемблирование компоновка и все значит был вопрос про аст традиционно аст то есть abstract syntax 3 это внутреннее представление программы там на синусе плюс на каком угодном языке это внутренняя часть транслятора трансляции в ассемблер в том же силанге например если вы хотите использовать аст то вы линкуетесь вместе с фронтендом то есть синтаксическим анализатором и можете уже для анализа C++ программ использовать вот это дерево которое хранится в памяти этот аст обычно хранится только в памяти и никуда из памяти не выгружается а если мы говорим об LLVM то есть об асселанге у селанга есть некоторое ну как предполагалось универсальное представление LLVM которое тоже можно выгружать оно выгружаемое наружу это некоторый аналог даже не ассемблера наверное это некоторый аналог скорее объектных файлов то есть низкоуровневого представления скомпинированной программы тоже которую можно обрабатывать которую можно анализировать линковать и так далее но классические шаги вот я здесь перечислил при процессировании ассемблер трансляция в ассемблер ассемблера ассемблера компоток а что такое при процессировании это обработка всех include директив то есть подстановка текста вместо include директив раскрытие макросов то есть все define условная компиляция вот этот набор задач входит в традиционную область деятельности при процессе то есть например вот на нашем примере давайте вернемся где там hello.c у меня был или hello.c plus gcc hello.c минус e опция минус e большое заставляет компилятор gcc или g plus плюс завершить работу после при процессировании обычно классический результат при процессировании выдается nest doubt я могу либо минус o написать либо его перенаправить в файл вот у меня появился файл результат при процессировании hello.c и если я в него посмотрю то я увижу некоторый текстовый файл вот какого-то такого вида где в самом конце этого текстового файла будет моя программа здесь как вы видите все содержимое include файлов было подставлено в наш текст который мы сейчас будем копировать то есть здесь вот мы можем найти определение sbina вот определен файл сделаешь sbina stout std определение типов которые мы можем найти там там так не сказали как файл определяется неважно и так далее то есть все текстуально все все определения типа все заголовки функций все макросы которые были они текстуально подставились и сформировали один такой итоговый текстовый файл вот этот итоговый текстовый файл который здесь сохранен в файле с именем hello.c называется единица компиляции то же самое справедливо для c++ hcpp минус е большое перенаправляю в h.i ну да а я для c++ соответственно здесь подставил инклудится уже набор c++ библиотек и так далее и так далее и так далее это в конце возникает моя программа которая у меня была изначальна вот сишный инклуд 40 килобайт занял а все c++ библиотеки подключенные текстуально в мою компиляции заняли 668 килобайт аж не просто публикат это один из существенных недостатков которые которые все отмечают для языков типа c++ который состоит в том что собственно связи между модулями связи между единицами компиляции у этих языков выполняются на уровне текста на уровне текстовых постановок то есть мы с помощью вот таких решетка инклуд будем подставляем просто большие кусочки текста описывающие содержимое других единиц компиляции собственно в нашу единицу компиляции это ну к чему это приводит это приводит к большому распуханию самого текстового файла как мы видим он у нас увеличился в огромное число раз даже только иострим я успел подключить то уже вот у меня что получилось как следствие к замедлению компиляции большим расходом на транспляцию файла c эту проблему никак не собираются решать но это так сложилось все к этому привыкли все с этим умеют работать в c++ появилась концепция модулей завезли модули но я думаю что пройдет еще десяток лет прежде чем эти модули как-то начнут относительно широко использоваться да и к тому же в той реализации модулей которые там нам дают прям какой-то прям прям бонуса какого-то пока не видно кроме того для ускорения компиляции все компиляторы и gcc и g++ современные все компиляторы поддерживают такую концепцию как precompiled headers то есть тогда когда в некоторый файл во внутреннем представлении условно можно считать что это файл с фрагментами абстрактов с фрагментами дерева программы внутри в него собираются уже во внутреннем представлении все include файлы которые необходимы для компиляции этой программы это позволяет немного ускорить компиляцию но зато делает ее более хрупкой то есть там нам еще нужно менеджить вот этот файл прикомпилированных хедеров это не очень работает когда я начинаю специфицировать разные опции ну и так далее то есть там есть плюсы и минусы начинаются и у прикомпилированных хедеров и у моделей поэтому классическое и пока еще работающее решение для CAC++ заключается в текстовой подстановке заголовочных файлов вот помимо текстовой подстановки заголовочных файлов соответственно в командной строке я могу задавать различные опции например я часто буду использовать опцию там GCC C минус например hello.c минус D например два подчеркния гнусорс просто подчеркнию гнусорс которая мне включает какие-то расширения стандартной библиотеки которые по умолчанию отключены может какие-то другие опции минус D я буду использовать вот это можно считать как дополнительные флаги которые управляют при процессировании включают или выключают те или иные фрагменты стандартной библиотеки в больших проектах конечно обычно они еще идут с набором своих опций кроме того я здесь могу указывать опцию минус I задавая дополнительный каталог длин кут файлов там где я хочу в случае если я хочу компилировать не только со стандартной библиотекой но и с какими-то своими пользовательскими моими собственными библиотеками либо библиотеками установленными куда-то там другие отдельные каталоги это все опции при процессоре которые влияют на то как обрабатываются вот эти все include файлы и что у нас получается в итоге еще раз повторю что в итоге у нас появляется некоторый текстовый файл который называется единица компиляции если я в командной строке укажу несколько c-файлов ну давайте я по-моему такой пример уже писал давайте его повторим напишу некоторую функцию func простейшую ну чтобы просто чтобы что-то было я могу указать несколько исходных файлов в в моей программе они все скомпилируются в один исполняемый файл но каждый из этих исходных файлов будет отдельной единицей компиляции и это хорошо видно если мы укажем verbose режим компиляции вот если посмотреть раз компилируется hello.c один файл только один на выходе появляется вот какой-то t 4p файл на выходе он прогоняется так через ассенбер прогоняется точно так же теперь компилируется второй файл func.c получается уже другой файл на выходе он прогоняется через ассенбер отдельно вот ас называет его отдельно и уже в самом конце у меня на этапе компоновки первый отдельный объект файл второй объект файл то есть вот при такой строке компиляции у меня и hello.c дойдет независимо от стадии исходника через припроцессировании компиляции ассенбер до объектника и func дойдет от стадии припроцессировании компиляции ассенбер до объектника и только на самой последней стадии из них двух будет собрана общая программа такая схема компиляции когда разные условно говоря модули моей программы компилируются совершенно независимо друг от друга называется независимым так после припроцессировании как мы уже видим как я уже не раз показывал идет собственно трансляция если у меня нет опции минус е то после припроцессирования автоматически я пустит трансляция вот как здесь я минус е не указал для каждого результата припроцессирования запустит трансляция или же если если я могу скомпилировать gcc h .ii вот g++ надо очевидно ну или давайте так я взял ii файл и дальше уже без припроцессировании он сразу же пошел на обработку компилятора языка c++ то же самое с i файлами gcc hello .i припроцессировании пропущено и этот файл сразу же без текстовых подстановок ушел на вход компилятор и еще же если я не задаю опцию минус е все идет транслятору автоматически у транслятора есть куча опций на самом деле большинство опций которые мы задаем в командной строке они так или иначе уходят транслятор вот я какие-то из них перечислил конечно же их реально больше оптимизации идут транслятор разные предупреждения идут транслятор разные модификации генерации кода идут транслятор версии стандарта все вот это в совокупности вот этот набор больших опций большой набор без особых изменений драйвером GCC или G++ дальше передается в транслятор если я хочу закончить трансляцию после шага трансляции я могу использовать опцию минус S большая вот здесь на входе у меня файл hello.e то есть уже препроцессированные единицы компиляции а на выходе будет файл hello.s этот файл hello.s содержит текст собственно мы видим что это текстовый файл текстуально содержит некоторую программу на языке ассендера для соответствующей архитектуры мы об этом тоже будем более подробно говорить что это такое что и как куда что с этим делает мы видим что у нас получилась на выходе какая-то другая программа то же самое с C++ G+, допустим GCC H.II но с R большой H.S собственно вот программа на C++ которая скомпилировалась из нашей исходной программы на C++ дальше если мы не указали E большой или S вот эти все файлы которые получились на предыдущем шаге отправляются в Ascender плюс еще я могу в командной строке задать файл с суффиксом S тогда он пойдет по пути что для него запустится препроцессор а потом он попадет собственно уже в Ascender ну так еще напишу а а а а а ну так в качестве примера то есть вот у меня define константа которую я сюда хочу подставить так вот у меня программа называется h3.s я ее могу компилировать gcc h3.s большой вот на скопилировать ничего не делать если посмотрю verbose режиме то вот для нее где-то сейчас выше выше вот вот для нее запустился при процессор h3.s на выходе временный файл вот для нее запустился ассемблер и вот для нее запустился обычно автоматически сгенерированные ассемблерные файлы имеют суффикс s маленькая и для них при процессор не запускается все это отправляется на вход программе ассемблеру которая уже из вот этих вот текстовых файлов содержащих инструкции процессора генерирует объекта файл . и уже на самом последнем этапе когда у нас есть набор объектных файлов да я могу остановиться на этапе получения объектного файла указанием опции минус c маленькая наверное наиболее часто применяемые опции из этой серии то есть gcc минус c маленькая fung . c у меня получился fung . o объектник текущий каталог то есть обратите внимание что в общем по умолчанию когда я использую опцию минус s большое минус c маленькая то есть генерировать какие-то промежуточные результаты ассемблер или объектник то у меня имя ассемблерного файла или имя объектника автоматически определяется из имени входного файла замена из суффикса . c на суффикс . o то же самое я могу сделать с несколькими файлами вот здесь минус c маленькая означает что компоновки делать не надо и исполняемый модуль получать не надо у меня получился файл hello.o и fung . o так я out удалю, h удалю, hello.o удалю еще раз скрепилирую, никаких исполняемых файлов у меня здесь не создало минус c получить объектники и остановиться на этом ну и наконец если я ничего не указал е, sc из этого не указано то вот уже все что было накоплено до этого момента все объектники они передаются на вход линкеру задача которого уже сгенерировать итоговый исполняемый файл или что там я хочу сгенерировать в итоге у меня получится ну допустим вот я пишу bcc fung . o hello.o я беру на вход два объектника и на выход получаю hello.o вот у меня получился файл hello собственно исполняемый и я его запустил и схема как я уже сказал независимой компиляции состоит в том что я если у меня проект большой а проекты реально конечно же большие они могут содержать сотни тысячи может даже десятки тысячи объектных файлов то для каждого из этих исходников cpp или си исходников генерируется отдельный объектный файл и потом уже на самый последний этапе на этой компоновке компоновщик или линкер все вот эти вот большое количество объектных файлов объединяет в результирующий исполняемый модуль получая исполняемый модуль дима программ вот это на самом деле является некоторым узким местом поскольку условно говоря компиляцию я еще могу выполнять независимо то есть я могу параллельно если у меня там 10 ядер я могу параллельно запустить 10 компиляций они будут действительно работать параллельно потому что они независимы друг от друга но в конце когда у меня уже все сводится в одну точку мне нужно сгенерировать отдельный финальный уже исполняемый модуль тут я уже в общем распараллелиться не могу и вот эта вот финальная компоновка в реальных проектах может занимать очень существенное время ну или что хуже там она может вообще даже не помещаться в память ну например например ну известно что скомпилировать селанг на 32-битном компиляторе в общем уже нельзя просто в память не помещается то есть вот узкое место здесь куда все сходится вот в конце компиляции это линкер компоновщик ну и соответственно есть различные модификации линкера которые пытаются решить проблему компоновки инкрементально то есть мы получаем если например у нас уже есть исполняемый файл и в нем поменялся только один объектник из всего этого набора входных объектных модулей то мы не пересобираем всю программу а заменяем только вот этот один объектный файл таким образом мы можем минимизировать и время и ресурсы которые необходимы на подготовку финального исполняемого файла ну понятно что тут уже есть ограничения есть какие-то разные варианты ну иногда это работает соответственно опции компоновщика часть опции которые мы указываем в командной строке для компилятора они передаются сразу же в компонентчик ну вот я уже здесь указывал когда комплировал программ на си плюс плюс то есть гцц вот эти вот опции они напрямую передаются сразу в линкер они нужны никому кроме заключительной статьи вот так плюс опции минус эль большое который мне указывает какой каталог нужно использовать для поиска библиотека если я использую свои библиотеки плюс опции минус шарит который сейчас чуть позже тоже несколько слов я скажу еще некоторые другие ну и плюс еще конечно же у нас есть какие-то опции которые влияют на все шаги работы gcc и g plus plus а то же самое минус же опция которая управляет отладочной информацией там компилятор генерирует отладочную информацию а тоже умеет генерировать отладочную информацию уже в объектный модуль либо там минус m32 если я хочу генерировать 32-битный код на 64-битной платформе минус m64 они тоже влияют на все шаги компиляции как бы сходным образом проходит плюс какие-то другие вещи у gcc огромный набор опций компиляции какие-то по необходимости когда какие-то там возникают мы их рассматриваем вот в прошлый раз я говорил например о разных санитайзерах которые мы можем включать в исполняемый модуль тоже минус f-санитайз что-то там еще все это огромный набор опций gc очень сложная программа понятно что они включают вот примерно как работает наш компилятор как какой-то gcc какие шаги нужны при компиляции программы на c и c++ в артране и как внутри работает драйвер компиляции gcc или gplus часть программ которые вызываются при компиляции они как я уже сказал раньше являются частью пакета binutils что еще входит в binutils сюда входит ассемблер вот мы уже говорили о нем сюда входит компоновщик причем в двух вариантах есть компоновщик который называется ld и есть компоновщик который называется g o ld ну gold чем они отличаются я там то есть считается что go ну вот этот вот компоновщик gold он типа более хороший он умеет компоновать файлы больше варат мира где-то быстрее но в некоторых моментах может быть не совместить поэтому по умолчанию работает традиционный компоновщик ld еще сюда входит программы our программа для управления архивами opc copy программа для модификации объектных файлов opc дам программа для просмотра объектных файлов исполняемых файлов тоже мы ее будем использовать strings для извлечения строк и nm для показа всех списка символов файл сюда еще входит программа rebel которая не выводит компания содержимое таблиц исполняемого эльф и теперь мы плавно переходим уже к типам бинарных файлов содержащих машинный код вот мы с вами что мы с вами посмотрели мы с вами видим что на выходе компилятора у меня есть например единицы компиляции файле hello.i это текстовый файл я его могу открывать в него могу смотреть в общем то понятно что здесь написано на выходе компилятор есть ассемблерный файл это тоже текстовый файл я его могу открывать в него смотреть я могу даже изменять если смелый могу его писать сам вполне себе текстовый файл не такая большая проблема а уже на выходе ассемблера у меня появляются какие-то другие файлы с суффиксом о и они уже не очень текстовые вот что-то такое уже вполне бинарное плюс естественно что и сам исполняемый модуль это тоже какой-то бинарный файл и давайте я скажу несколько слов об основных типах бинарных файлов исполняемых бинарных файлов точнее так не исполняемых а основных типах бинарных файлов которые возникают в процессе компиляции что это для чего они и что в них есть вот все форматы вот этих вот бинарных файлов которые у меня возникают при компиляции они задокументированы формат файлов называется эльф называется ну слов executable and linkable format он появился впервые на системе solaris где-то там в конце 90-х годах он появился если я правильно помню и после этого был перенесен на все более менее юникс ориентированные системы и сейчас является де-факто стандартом для всех юникс ориентированных систем для всех аппаратных платформ ARM x86 power pc disk 5 все что угодно все это все исполняемые файлы в них более-менее в одном формате это конечно же не значит что файл для power pc я могу запустить на нет конечно же нет формат файлов эльф определяет основные типы данных то есть основные формы записей внутри этого файла там заголовок эльф файла таблицу сегментов таблицу секции таблицу символов и таким образом что в принципе независимо от от платформы я могу эльфайл прочитать на любой архитектуре и его даже я могу загрузить в память на любой архитуре там почти так же как это будет делаться на родной архитуре только естественно я не смогу его выполнить потому что инструкции другие набор инструкции другой и он не заработает сам по себе по крайней мере смотреть его содержимое я могу на любой архитуре независимо от на этих архитектуре он универсальный и вот этот вот эльф формат определяет формат объектного файла формат библиотеки формат исполняемого файла формат динамической библиотеки все это задокументировано спецификацию эльфайлов можно найти достаточно легко если вам не страшно прочитать несколько сот страниц там можете все найти какие-то детали про какие-то детали эльфа ну конечно же не подробно но в каких там базовых вариантах мы с вами будем говорить чуть позже когда уже будем детально рассматривать загрузку исполняемых программ в память на выполнение и соответственно у нас есть четыре сущности объектник файл с расширением .о статическая библиотека файл с расширением .а динамическая библиотека файл с расширением .so и исполняемый модуль обычно в Unix ориентированных системах никакого расширения нет что такое объектный объектный файл объектный файл это такой полуфабрикат в котором уже инструкции ассемблера в текстовом виде заменены на инструкции ассемблера в бинарном виде то есть уже применено байтовое кодирование применено кодирование инструкций уже в том виде в котором они будут декодироваться и исполняться процессором. Туда, естественно, там какие-то константы прописаны и так далее, и так далее, и так далее. Но это еще не полная программа, потому что, во-первых, в ней не указаны адреса в памяти, на которой она должна загружаться. Во-вторых, к ней еще не подключены те внешние процедуры или внешние переменные, внешние функции или внешние переменные, которые в этом объекте нет. То есть, по сути, это тот же самый ассемблер, в котором инструкции в текстового вида, допустим, то же самое, hello.s, например, вот movq, это текстовое представление инструкции, оно в объектнике заменено на бинарное представление этой инструкции. Для дезассемблирования мы будем использовать команду objdump, минус D большой дезассемблер, hello.o, так, и вот видим. Единственное, что почему-то с какого-то момента objdump не дезассемблирует все. Поэтому придется сказать вот так. Мы видим, что вот сгенерированы байтовые представления для моей программы на языке C. Давайте я сейчас параллельно два окошка открою. Смотрим main. Main, собственно, точка входа. Адрес еще никакой не проставлен. Нет еще адреса. Чуть позже появится адрес. И то же самое, в общем-то, видим здесь и здесь. Push. Вот move-q. Move-q. Тут есть нюансы. Мы все это будем рассматривать. И вот здесь вот в этих столбцах уже записаны именно байты бинарной формы программы уже в том виде, в котором они будут подгружаться и запускаться, интерпретироваться уже процессором во время выполнения программы. Но обратите внимание, что у меня вот здесь есть вызов некоторой функции puts, вывод на строке, который пока еще ничего не заменено. Ничего еще пока здесь не стоит. Точно так же, вот если я посмотрю на вот эту вот команду, то вот тут тоже у меня еще стоит что-то другое. То есть у меня не подключены внешние вызовы и не обработаны адреса переменных, которые у меня будут лежать в памяти. То есть это такая вот полуфабрикат-заготовка. В объектном файле есть таблица экспортов и таблица импортов. Давайте читаем. Так, хочу заполучить экспорты. Соответственно, этот внешний файл у меня использует пока не определенные внешние функции func и printf и сам определяет имя main. Для линкера в дальнейшем это важно. Линкер будет знать, что имя main определяется в этом объектнике. И для того, чтобы сгенерировать исполненный модуль, этому объектнику нужны внешние имя func и внешние имя printf. Вот это содержимое объектного файла. То есть полной программой он не является. У него еще нет адресов привязки, собственно, в памяти, на какие адреса этот файл будет размещаться в памяти. Он содержит таблицы импорта и таблицы экспорта. То есть то, что определяется в нем и то, что он требует из других объектных модулей. Библиотечный файл. Что такое библиотека? Библиотека, статическая библиотека, это просто архив объектных файлов. Для ускорения поиска в этом архиве, то есть вы можете себе представить, например, zip для всех off-файлов. Это некоторый аналог библиотечного файла. То есть когда мне нужно будет собрать, подключить библиотеку к моему исполняемому файлу, ну, линкер берет этот условный zip, смотрит, какие объектники в нем есть и добавляет эти объектники уже в исполняемый файл. То есть, собственно, архив. Плюс еще в этом архиве есть индекс, то есть отдельно в этом библиотечном файле находится некоторая табличка, где для всех экспортов, то есть для всех имен, которые определяются в объектниках, написано, в каком объектном файле он определяется. Это нужно, чтобы быстро найти необходимый объектный файл по тому имени, который нам нужно. Вот, например, если я могу создать библиотеку rcwr lib.a hlo.o func.o Вот, я создал статическую библиотеку lib.a. Это коллекция, это, еще раз повторюсь, это архив двух объектных файлов. Я его могу открыть, он тоже имеет бинарный формат, то есть, я могу здесь увидеть, что тут просто будет некоторая таблица симпрома. Обждамп мне что-то не скажет. А вот нужно здесь найти, вот минус х, давайте. Вот Обждамп мне выдал информацию по всем объектникам в составе моего, моей статической библиотеки. Поскольку это архив, я могу его обратно развернуть в набор объектных файлов. И это я могу сделать, в частности, и системной библиотекой. Вот у меня есть файл libc.a. Это стандартная библиотека языка C в виде статического архива. rx вроде бы извлекаю я все файлы из него. И вот у меня в текущем каталоге куча объектников объектных файлов, которые у меня составляют статическую библиотеку языка C. Вот я могу, например, посмотреть там общдамп минус х printf. Вот какая-то у меня реализация функции printf в виде объектного файла. Вот ее, по крайней мере, хедеры. Либо я ее могу дезассимулировать. Ну, что-то у меня здесь опять не нужный текст. Здесь я хочу посмотреть. Функция IO printf она маленькая, потому что она что-то другое вызывает, но вот тем не менее. поскольку библиотечный файл содержит еще индекс всех символов, определенных внутри, то линкер, когда мы компонуем, когда мы к исполняемому файлу подключаем статическую библиотеку, он автоматически из этого библиотечного файла, из A файла, извлекает только необходимые объектники. То есть строится граф зависимости всех символов, то есть, допустим, в моей программе используется printf, значит, мне нужно из библиотеки извлечь printf.o. Теперь линкер смотрит, какие символы требуются функции printf, ищет в библиотеке соответствующий объектный файл, забирает его, потом его, его, и его, и потом транзитивно, пока в мой исполняемый файл не будут подключены все необходимые объектные моды. И в этом отличие от того, что я компонуюсь с библиотекой, чем я компонуюсь с коллекцией объектных файлов. Я не уверен, что сейчас у меня получится, конечно, давайте попробуем. Я могу написать так, gcc, func.o, hello.o, tmp звездочка .o, то есть вот так вот просто весь набор объектников, из которых собрана статическая библиотека языка C, вот так вот скопом подключить ко мне в исполняемый файл. Давайте попробуем, я не уверен за успех, ему стало плохо. Кажется, линкер налетел на лимит на количество открытых файлов. Не уходит конец итог, но а, ну конечно же, да, у меня проблема возникла, приношу извинения, я так компилирую, сейчас у меня смесь 32-битного и 64-битного кода, давайте я минус m32 я .c и .c fun.c повторим эксперимент минус m32, конечно. так, вот у меня типа почти получилось, наверное, да, но можно, если я с этим доразбираюсь, я, наверное, к победе приду, ага, нет, не получилось, ну ладно, я не буду дальше пробовать, Ну, идея понятна. Дабл-дефинишн какого-то. Дабл-дефинишн. Ну, окей. Так. Что, победа? Победа. Вот у меня получился исполняемый файл zzz, который не запустился, правда, но это уже отдельная история, которым все объектники, которые у меня нормально составляют стандартные для реквиза касси, просто свалены в кучу в него. И в этом будет отличие, если я с опцией минус стетик скомпилирую файлы func.o в хвуточку. У меня файл получился меньше, то есть все-таки линкер, вот я подчеркиваю, из объектных модулей извлекает только нужные объектные файлы и добавляет только то, что необходимо. Поэтому у меня не вся библиотека языка си добавляется в мой исполняемый файл, а только необходимые файлы. Вот это вот суть статической библиотеки. Коллекция объектников плюс индекс, и при финальной компоновке в исполняемый файл добавляется только то, что нужно. Что же такое исполняемый файл, вот, о котором мы говорили? Он у меня может быть статический или динамический. В любом случае, это уже некоторая программа, готовая к исполнению. Она уже, как правило, зависит от опции операционной системы, она уже настроена на загрузку в память с определенного адреса. Там уже, так или иначе, либо добавлены все исполняемые, либо добавлен код всех библиотечных функций, либо указано, из какой динамической библиотеки код соответствующей функции нужно будет взять. Соответственно, если мы сравним, допустим, я давайте скомпилирую мою программу gcc hello.se обычная динамическая линковка, 32-битная. И посмотрю, что у меня получилось. object done minus j.text минус t большое hello то вот мой исполняемый модуль. в нем есть какой-то дополнительный код, который мне добавлен уже при линковке стандартной библиотеки языка C добавлено. Плюс, рано или поздно, я сейчас доберусь до функции main. Вот она, функция main. И здесь, как вы видите, она уже прописана по определенным адресам в памяти. Здесь есть адрес памяти. Здесь есть байтовое кодирование моих инструкций, которые будут уже выполняться процессором. И здесь уже разрешены адреса constant. То есть вместо constant уже стоят конкретные адреса. И вместо адресов внешних функций уже стоят конкретные функции, которые мне нужно вызвать. Да, вопрос? Если у нас по этому адресу будет другая программа находиться? Потом, это потом. Значит, такие нюансы мы с вами будем обсуждать чуть попозже. Но вообще, компилятор C на этот адрес выходит все функции main ставит. Или он как-то от балды выбрал? Я сейчас скажу, что все процессы работают в виртуальном адресном пространстве, а потом эту тему, конечно же, буду раскрывать. То есть адреса, по сути, на этапе компиляции фиксируются все? Ну, зависит от опции, но да. Давайте скажем так. А, и можно уже понять, по какому адресу у нас будет лежать там, какая глобальная переменная. Да, совершенно верно. Давайте так. Здесь есть нюансы, к которым мы с вами вернемся. Но в целом, да. Вот уже, когда у меня есть исполняемый файл, в принципе, у него уже прописаны адреса, как он будет лежать в памяти. И для всех глобальных переменных, для всех внешних функций, в принципе, прописано, где это все расположено. Но это упрощенная версия, как я уже сказал, более сложная, мы к этому еще будем возвращаться. Это исполняемый файл. Вот мы видим, что он из себя представляет. И последний объект, который у нас может возникать в процессе компиляции, это динамическая библиотека, или их еще называют shared object, то есть разделяемый объектный файл. Или еще их называют, ну да, обычно давайте называть динамическая библиотека, или разделяемый объектный модуль. Чем он отличается от исполняемого файла? Ну вот давайте я сейчас программу, вот у меня есть мой hello.siv, вот он вызывает внешнюю функцию func. Я вот этот вот func сейчас скомпилирую как отдельную динамическую библиотеку. GCC минус fpick, то есть нужны специальные опции компиляции на всех этапах. Минус shared, прошу прощения. leapfunk.so минус o маленький. Вот, здесь теперь я сделаю не объектник, но я могу его через объектник прогнать. Давайте я больше понятности его через объектник прогнаю. То есть сначала я компилирую объектный модуль. Вот еще раз давайте посмотрим. У меня получился объектный модуль, вот он здесь. Потом я из этого объектного модуля func.so генерирую динамическую библиотеку. Вот у меня получился файл leapfunk.so. Чем динамическая библиотека отличается от статической? Динамическая библиотека по концепции на самом деле это практически исполняемый файл, а не архив объектников. Если статическая библиотека ближе к архиву а-ля zip-архиву, архиву объектников, то динамическая библиотека это по сути исполняемый файл, который может размещаться в памяти с произвольного адреса. Допустим, давайте я рядел минус а leapfunk.f so так то есть либо файл leapfunk.so Вот у меня эльф 64-бит позиционно-независимый экзекьютабл код если мы сравним то он просто вот разница между динамической библиотекой и исполняемым файлом fedora это fedora и это наверное в бунте точно так же в этих трех букв позиционная независимость динамическая библиотека это по сути есть позиционно-независимый исполняемый файл но в в отличие от исполняемого файла у него нет функции main и нет точки входа назначение динамической библиотеки в том чтобы динамическая библиотека была подгружена дополнительно к программе когда программа начинает выполнение и уже после подгрузки динамической библиотеки в память уже линкер точнее это называется загрузчик динамический загрузчик уже непосредственно перед запуском на выполнение определяет адреса внешних функций и резолвит то есть подставляет правильные адреса внешних функций давайте сейчас продемонстрирую вот у меня программа hello я компилирую hello.se минус l func вот func у меня не найден потому что libfunc в текущем каталоге и мне потребуется вписать минус l точка то есть текущий каталог добавить к каталогам в которых висшутся библиотечные файлы теперь компиляция прошла успешно у меня получился исполняемый модуль если посмотрю на содержимое этого исполняемого модуля у меня добавилась зависимость то есть теперь мой исполняемый модуль hello зависит от некоторой библиотеки libfunc.so которая почему-то у меня написано что она не найдена почему она не найдена потому что ее нет в стандартных путях то есть стандартные пути это есть конфигурационный файл я могу посмотреть какие стандартные пути в моей системе прописаны к стандартным путям относятся путь слэш лип слэш usr plus вот этот вот набор путей который у меня задан в конфигурационных файлах если моей библиотеки нет по стандартным путям то она у меня и считается что она не найдена поэтому попытка запустить этот файл hello на исполнение у меня завершится неудачей вот ошибка что липфанк непонятно откуда ее брать даже вот он есть в текущем каталоге текущий каталог не рассматривается как путь по которому у меня могут лежать динамические библиотеки ну и соображение безопасности на избежание проблем поэтому ну вот нет динамической библиотеки нет запускаемого файла изменить это я могу с помощью например переменной окружения ld library path ее стандартное значение если мы посмотрим какое оно интересно а я вообще у меня она никак не задана если я например задам точка явно явно попишу сюда текущий каталог вот он запустился и вот видим что теперь моя зависимость от динамической библиотеки проследилась и используется будет файл в текущем каталоге для подгрузки в пайл и вот как раз вот здесь у меня в списке зависимости файла hello как раз видно что этот файл ld linux blablabla.so это программа динамического загрузчика эта программа загружается в файл загружается в память вместе с нашей основной программой то есть когда ядро запускает на выполнение наш исполняемый файл в память грузится сам исполняемый файл плюс динамический загрузчик дальше управление попадает на вход динамического загрузчика динамический загрузчик смотрит в зависимости файла подгружает необходимые библиотеки например то есть libcso libfuncso libfuncso вот эта библиотека уже подгружается когда программа работает уже динамическим загрузчиком и уже после того как все динамические динамические библиотеки будут загружены и все имена необходимые будут разрешены то есть для всех необходимых имен функций переменных будут определены адреса по которым они расположены то есть программа будет собрана воедино только после этого управление будет передано на вход этой программе и программа запустит функцию то есть получается что запуск функции main вот так вот на низком уровне происходит ну через какое-то время после того как реально программа была загружена так да вопрос и на каждую загруженную оперативную память программу у нас допустим будет своя копия динамической библиотеки нет здесь у нас в том что будет одна копия на все загруженные то есть он умный потом это все у нас будет конечно рассматриваться потом собственно вот так в итоге происходит работа исполняемого файла загрузка динамической библиотеки если я ее копилирую статически там ничего не будет просто сам файл который сразу начинает работать если динамически то предзагружается динамический загрузчик и он начинает работать Какой динамический загрузчик прописывается в самом исполняемом файле? Это точка интерп, в которой прописан путь к той программе, которая будет исполнять функции динамического загрузчика. Так, это все мы сейчас чуть-чуть глянули, впоследствии будем рассматривать более подробно. Да, еще вопросы? То есть получается, динамическая библиотека, если мы подменим на другую, то без перекомпиляции Hello? Да, безусловно. Более того, я могу здесь подменить липце, стандартную сишную библиотеку, и будет использоваться моя сишная библиотека. Я могу подменить отдельные функции из стандартной библиотеки, и будут работать мои функции из стандартной библиотеки. Сейчас можно эксперимент будет провести. Вот таков механизм нагрузки. Возвращаясь к путям к динамическим библиотекам, вот здесь я использовал переменную окружение LDLibraryPath. Но точно так же я могу задать путь к динамической библиотеке при компиляции программы. Вот строка компиляции, которая генерирует мой исполняемый файл Hello. Я могу магическими опциями минус wl, минус rpass. rpass – это специальная опция литкера, которая позволяет задать дополнительные пути для динамических библиотек. Вот тоже запускается. То есть я на вход линкеру передал опцию минус rpass и плюс текущий катанка. Если я посмотрю в verboss-режиме, что у меня происходит, я это прекрасно вижу. Вот смотрим строка линкера. Вот это вот. Здесь должна быть опция минус rpass. Вот минус rpass и вот мой путь, который до этого текущего каталка. Он прописался в исполняемый файл. В соответствующую его секцию. И линкер будет его использовать для поиска динамических библиотек. Так. Естественно, что динамические библиотеки я могу, как я только что сказал, не то чтобы абьюзить, но условно говоря перехватывать. Функции стандартной библиотеки своими функциями. Вот, например, у меня в моей программе Hello, если посмотреть на то, что в конечном итоге используется, hello.s. Что у меня? А, принтер, наверное, используется, да? Нет, путэс. Ну вот, в принципе... Сейчас я... Почему путэс? Потому что, чтобы принтер... Давайте... КЦ-С большое... Hello.s. Сгенерировался файл... О, да, принтер все-таки, конечно же, используется. Используется принтер. Давайте я напишу какой-нибудь свой принтер. Я, понятно, что сейчас по упрощенному что-нибудь напишу. Я его компилирую. MyPrintTef. MinusShared. MinusO. PrintTef.so. Скомпилировался. И давайте я тогда попробую запустить уже. Обратите внимание, что я не буду ее компилировать. Вот Hello у меня запускается сейчас. Я укажу опцию такую. LDPrilot. PrintTef.so. И вместо... Вместо стандартного PrintTef. Должна использоваться моя собственная функция PrintTef. Ну вот, она, по крайней мере, ничего не вывела. То есть... Давайте я сделаю так. А мы... А, я же еще ничего не выводил, конечно. GtcMyPrintTef. Неважно. Все будет работать. Пожалуйста. То есть я перехватил, получается, стандартную функцию PrintTef. Подгружаемый своим модулем. И теперь у меня используется мой PrintTef вместо того PrintTef, который в стандартной милетике. И это все уже делается на этапе запуска программы на выполнение. А не на этапе компиляции или там линковки программы. Итак, подводя итоги. Вот у меня, если мы говорим об исполняемых файлах, или, точнее, правильно будет сказать, файлах с машинным кодом, у меня есть четыре типа этих файлов. Первый тип – это объектники, то есть полуфабрикаты, которые я потом использую для сборки итогового исполняемого файла. У меня есть статическая библиотека, это, по сути, архив объектников. У меня есть исполняемый файл, то есть уже готовый для выполнения исполняемый файл. Как правило, загружаемый по определенным адресам файла. Он может быть скомпонован динамически, то есть требовать других динамических библиотек при запуске, либо быть скомпонован статически, то есть не требовать ничего при запуске. Но вот он уже готов к запуску. И последнее – это у нас разделяемая библиотека, SharedObject. Это вспомогательный файл, который подгружается в память вместе с другими программами, ну и там как-то уже работает вместе с другими программами, доопределяет функции, какие-то стандартные библиотеки, либо что-то перехватывает, либо что-то еще. Вот такая у нас инфраструктура в итоге для компиляции и запуска на выполнение программ на языках C и C++. То есть это все общая инфраструктура для таких традиционных языков, а-ля C++. У нас есть Benutils пакет, из которых я вот здесь использую уже ReadElf программу, которая мне позволяет распечатывать хедеры и содержимое Elf файлов. Мы к этому впоследствии будем возвращаться и более подробно разбирать, что там и чему. Я использую программу ObjDump, которая мне позволяет тоже распечатывать, дезассимулировать, в частности, исполняемые модули и смотреть, какие действия у него выполняются. У меня есть Ascendium, у меня есть Bunker. Все это вот как раз и объединяется в виде гнутолчей. Инструментарий для разработки и запуска программ. Я здесь ничего не сказал еще об отладчике GDB. Наверное, имеет смысл несколько слов, конечно, сказать об отладчике. Но отладчик – это тема, умение пользоваться отладчиком – это необходимое умение для каждого программиста, который желает что-либо разрабатывать на C++. То есть вы должны уметь не в интегрированной среде запускать отладчик и визуально ходить по строкам, смотреть и так далее, а непосредственно из командной строки запускать GDB, в нем не потеряться и суметь найти причину, в чем произошла ошибка и как можно эту ошибку исправить. GDB-отладчик полезен, например, даже при непосмертной отладке, когда программа уже не выполняется, но, по крайней мере, от нее какие-то там осколки остались, это какой-то core файл остался, либо что-то еще осталось. Сейчас мы можем посмотреть, что там произошло на момент падения. Ну, еще раз говорю, что по нему, по крайней мере, мы постараемся сделать отдельный семинар, чтобы можно было в него потыкаться и с ним поработать. Ну, как обычно, что касается всех отладчиков, и санитайзеров, и валгриндов, и отладчиков, на продакшене это все не работает, и это большая бода. Если у вас что-то упало на продакшене, значит, вам нужно как-то мучиться и искать проблему методом невключаемости, а отладку. Есть ли у вас вопросы в итоге по сегодняшнему материалу? Да что? Да есть вопросы? Если есть вопросы, задайте. Отлично. Ну, все. Значит, на этом мы, наверное, часть, первую часть нашего курса, которая краткое введение в тулы, shell, c. И закончим. Со следующего раза перейдем к аппаратуре и дальше уже к низкого уровня вещам. Ну, все тогда. Спасибо за внимание. В следующий раз тоже у нас будет, в следующую пятницу будет две лекции. И еще раз напоминаю, что 4 декабря у нас некоторая установочная контрольная работа с форматом установочной контрольной работы. Детали формата мы вам опубликуем в ближайшее время. Сейчас. И до 4 декабря дедлайн по SM01. Да, и до 4 декабря дедлайн по SM01. А по SM02 еще неизвестно. Все вам будет опубликовано. Он будет совершенно точно не раньше, чем SM01. Все. Спасибо за внимание. Все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok